Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканал ТДК-42, программа «Итоги недели». В студии для вас работает Олег Великий. Сегодня по традиции я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях этой недели. И вот, что вы увидите. С активов Национального фонда снят арест. Все подробности уже через минуту в материале наших столичных корреспондентов. Хочу видеть закон чистым и открытым. Депутат Мажелиса Владислав Косарев раскритиковал закон о госзакупках. Малышей обрекают на голодание. В Уральске многодетные мамы жалуются, что их детям не выдают бесплатное питание. Неужели интернет станет важнее нефти? Актив города обсудил послание главы государства. 23 января 2018 года окружной суд города Амстердам удовлетворил ходатайство Национального банка Республики Казахстан о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на хранении в Американском банке. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Республики Казахстан. Напомним, в конце декабря 2017 года СМИ появилась информация, что американская холдинговая компания банк Нью-Йорка Меллон заморозила активы Казахстанского национального фонда в размере 22,6 миллиардов долларов. В связи с иском, возбужденным молдавским бизнесменом Стати и его компаниями против правительства Казахстана. Согласно информации из открытых источников, 65-летний олигарх Стати являлся советским функционером, впоследствии основавшим в середине 90-х годов компанию АСКОМ Групп для добычи нефти и газа. АСКОМ разведывала нефть и газ на территории Туркменистана, после чего начала работать в Казахстане. По последней информации сообщается, что суд согласился с позицией Национального банка и Министерства юстиции и постановил, что активы национального фонда неприкосновенны. Но аналогичный предварительный арест был наложен бельгийскими судебными органами. Поэтому работа по его обжалованию продолжается. Напомним, бизнесмен Стати инвестировал деньги в Казахстан. Но якобы активы его компании в итоге отошли правительству Казахстана. Стати подал в Международный трибунал иск на правительство. Обе стороны обвиняют друг друга в коррупции и рейдерских захватах. И кто тут прав, разобраться сложно. Причем господин Стати вначале оценил свои убытки всего в 4 миллиарда долларов. Но вставшие на его сторону западные суды на всякий случай арестовали все суверенные фонды Казахстана на почти в 6 раз большую сумму. Официально Астана уверяет, что с деньгами ничего не случится и обещает бодаться с обидчиками в судах. Но мажоресмены уверены, что надо было инвестировать деньги по-другому. Существу национальные фонды нужно кладывать не только за рубеж. Понятно, что они должны быть дифферсифицированы. Ни один грамотный менеджер не будет рисковать. Все месяцы вкладывают их в одно дело. Но какая-то часть этих средств, учитывая их инвестиционные предназначения, должна, наверное, инвестируется в нашу национальную экономику. Это все-таки деньги, которые должны работать на нас. Иначе получается парадоксальная ситуация. Правительство занимается за рубежом, платит по ним проценты. В то же время наши средства, принадлежащие государству, размещаются в тех же странах, откуда приходят эти деньги. И в этом случае есть определенные сомнения, определенные вопросы. Кроме 22 миллиардов долларов заморожены акции, принадлежащие Суверенному фонду Казахстана Самрук Казна в голландском предприятии КМГ «Кашаган-Биви», через которое правительство Казахстана участвует в крупном международном консорциуме, изучающем месторождение Кашаган. Стоимость составляет более 5 миллиардов долларов. По словам министра юстиции Бекетаева, все документы и доказательства Казахстан предоставил в английский суд в начале этого года. Английский суд поддержал и подтвердил наличие фактов мошенничества. Теперь это дело будут рассматривать на суде в Лондоне. Слушания по мошенничеству намечены на октябрь 2018 года. Но депутаты уверены, что можно было бы подстраховаться. Здесь частные государственные, нет для иностранца общей активы Казахстана. Он не будет подразделять, это частные или это государственные. Поэтому надо быть готовим, что в любое время, если какой-то частник не рассчитался по своим долгам, арест будет накладываться на имущество Казахстана. А имущество Казахстана, это государственное или частное, не имеет значения для них, для суда. Часть денег, наверное, надо вкладывать и внутри государства. Ну, внутри государства у нас высоколиквидных бумаг нету, поэтому-то мы идем туда. Мы здесь больше риск. Мы же сейчас же из государства поддерживаем банки второго уровня, но они больше рискованные. И хотелось бы, чтобы у нас с меньшими рисками размещались эти средства. Из этих соображений все это делается. Кстати, последний суд предписал статьи возместить судебные издержки казахстанской стороне. По крайней мере, так говорится в сообщении Минюста. Но Казахстан выиграл только один суд, а таких судов предстоит еще много. Депутат Мажелиса парламента Владислав Косарев выступил с критикой законопроекта о госзакупках. Избранник народа заявил, что хотел бы видеть закон чистым, открытым и порядочным, чтобы не сомневаться, а то закон состоит на 30% из мотивов, как поймать жулика, а еще на 30% как обжаловать неправильные действия государственных органов, говорит Косарев. Своё мнение депутат озвучил во время презентации проекта закона в Мажелисе. Правила закупок квази-государственных компаний изменят. Централизованная служба закупок будет аккумулировать все основные госзакупки. Ее планируют создавать на каждом уровне госбюджета. Также вводится административная ответственность за нарушения норм, которые будут установлены в правилах. Сейчас больше половины госзакупок в стране осуществляются квази-государственным сектором. Система закупок квази-сектора подвергается критике со стороны бизнес-сообщества. Последствия коррупции не менее масштабны, чем в госаппарате. До 40% предпринимателей отмечают неофициальные платежи, как обязательное условие получения контрактов. Антикоррупционное бюро то и дело сообщает о новых фактах коррупции. Ответом на претензии должен был стать законопроект Минфина, направленный на регулирование именно этой сферы закупок. Но, как показало публичное обсуждение проекта, у этой инициативы гораздо больше вопросов, чем ответов. Мы что, не видим, что ли, что за ремонт огромных объектов, котелин, теплосетей, дорог, берутся мальчики, у которых кроме шариковой ручки и сотового телефона ничего нет. Ни бульдозера, ничего. Они потом все это нанимают. Почему экспертиза Министерства финансов этого не видит? Я считаю, в этом законе надо очень строго прописать роль экспертной службы. Почему у нас проекты идут, как уже здесь говорили раньше, корявые, записали задвижку немецкую, а поставили китайскую. И то после ремонта. Госрегулирование закупок квазисектора уже было, и тогда возникали другие претензии. Например, сами нацкомпании не могли оперативно проводить закупки в связи с производственной необходимостью из-за долгих процедур согласования в Минфине. Сейчас же, благодаря тому, что изменение правил утверждает Совет директоров, нацкомпании оперативно вносят коррективы, в результате чего доля местного содержания в закупках доведена уже до 74%. Может поэтому вице-министр финансов Руслан Бекетаев отметил факт, что проект закона получил высокую оценку международных экспертов. Наш законопроект, или вот наше законодательство о государственных закупках, мы тоже понимаем, что оно сложное, и мы приглашали к нам международных экспертов, и международные эксперты сказали, что с части законодательного урегулирования, он у нас один из лучших, один из прогрессивных, что многие страны мира... Руслан, вы думаете, что международные эксперты нам добра желают? Сомневаюсь. Ну, они проводят оценку, и в том числе и дают оценку и нашим действиям. Мы часто ездили, смотрели... Оценку должен дать народ нашей страны, а не международные эксперты. Законопроект предусматривает решение ключевых вопросов. Правда, никто не собирается возвращать в орбиту закона о госзакупках регулирование закупок квазисектора. То есть, для закупок квазисектора будут разработаны отдельные правила, которые, в отличие от государственных закупок, будут более гибкими. Также остались и открытыми вопросы подчинения и подотчетности самроказна. На практике может сложиться так, что служба контроля над госзакупками окажется под влиянием исполнительного органа, то есть Минфина. Тогда проблемы не будут решены. Боржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Отчеты Акимов сельских округов продолжаются. На этот раз жители поселка Зачиганск и Деркул заслушали, какая работа была проделана и что еще предстоит. Первым отчитался Аким Зачиганск, рассказать ему было о чем. Сделано, конечно, немало, но нужно еще больше. Это стало понятно после того, как свои вопросы начали задавать люди. Аким сообщил, что камеры видеонаблюдения помогли снизить преступность, что в поселке не хватает сотрудников полиции и есть проблемы с освещением. А из отчета Мурата Мукаева перед жителями поселка Деркул стало известно, что самые глобальные проблемы там решены. Это подтвердили и сами жители населенного пункта. Они говорят, что за последние 3-4 года поселок преобразился. Но так ли это на самом деле? И людей неужели ничего не беспокоит? Давайте посмотрим, как прошли отчетные встречи и есть ли все-таки проблемы, которые необходимо решить. Свой отчет руководитель областного центра начал с бюджета. Он заявил, что 2017 год был завершен на отметке свыше 32 миллиардов тенге. Это на 4% больше уровня 2016-го. Основная часть городского бюджета была направлена в сферу образования, строительства и ЖКХ. Все эти работы не было бы возможности реализовать без налоговых поступлений. По итогам 2017 года мы собрали 92,1 миллиард тенге. Это рекордная сумма. Из них городской бюджет поступило 22,6 миллиардов, что составляет 25% от общей налоговой базы. По сравнению с прошлым годом, с 2016 годом темпы роста составили 104%. В прошлом году из всех источников финансирования на ремонт дорог в городе было выделено 8 миллиардов тенге. Это рекордная сумма. Была отремонтирована 61 улица, еще 6 планируется закончить в этом году. Надо отметить, что почти половина из этих улиц находится в поселке Диркул. Здесь была освоена сумма в размере 1,8 миллиардов тенге. Также завершен капитальный ремонт улицы Трудовая. Начали в 2016 году. Отремонтированы также здесь тротуары. Улица Набережная, Даля. Это главные улицы нашего поселка. По ней проходят основные автобусные маршруты. Все двигается, весь транспорт, который идет на ближайшие населенные пункты Девятелки, Маштаково и другие. Учитывая это, было принято решение. И при поддержке Акима области мы завершили в 2017 году ремонт вот этих самых главных улиц поселка. И все-таки проблемы в поселке Диркул есть. Это стало понятно после того, как Мурат Мукаев начал зачитывать вопросы из ящика. Люди просили поставить дополнительные контейнеры для мусора, установить скоростомеры и искусственные неровности на дорогах, а также банкоматы. Из-за их отсутствия пожилым людям приходится ездить в город. Также люди просили провести берегоукрепительные работы в районе кардиоцентра. На сегодня эта проблема имеется. Действительно, на сегодня разработана проектно-сметная документация. По данным видам работ берега приобретения реки Диркул общая стоимость составляет 188 миллионов тенге. Получена экспертиза. Соответственно, все будет зависеть от финансирования. Один из вопросов касался газификации. Люди спрашивали, почему газ такой дорогой. Причину повышения объяснил представитель КАС-Трансгаз Аймак. Поэтапное повышение тарифа предусмотрено в течение пяти лет, чтобы не сразу поднимать цену на газ, а поэтапно потихоньку. Тариф поднимается. Тариф у нас это на обслуживание наших газопроводов. Газопровод в Западной Казахстанской области входит в тройку Казахстана по протяженности. Больше 6 тысяч километров. Их надо обслуживать, содержать, чтобы газ поступал не только в Деркул, но и в другие населенные пункты. А вот жительница поселка Галина Чапурина была возмущена тем, как строители провожили тротуар на одной из улиц. Я живу на улице Даля, пользуюсь остановкой в город около аптеки, так сложилось. Мы ходили на эту остановку во время дождя, во время грязи, по кромке проезжей части, пытаясь не попасть в лужу, пытаясь не попасть под автобус. Нам положили тротуар. Радость была недолгая до первого дождя. Этот тротуар впадает ровно в ту лужу, которую мы до сих пор сейчас обходим. Он ничего не изменил. Как можно деньги бросать в грязь, обвините мне, зачем это он сделал. Мы так же и ходим. Мурат Мукаев дал поручение разобраться в этом вопросе. По тротуарам вопрос надо будет проработать. Мухаммед Калиев здесь у нас, Тугжанов. Полностью еще раз изучите все недоделки, какие у нас были, и недоработки. Где, куда ведет, какие вот эти вот пересечения, вот эти мелкие. Хорошо, потом мне доложите. По остановке аптека то же самое. Куда он ведет этот тротуар, к чему оказался недоделанным. Также стало известно, что в этом году в Деркуле отремонтируют еще пять улиц. А в селе Ветелки будет решена проблема водоснабжения. Вода появится и в селе Новостройка. В завершении Аким добавил, что бюджет города в этом году на 25% больше, чем в прошлом. Он составляет 27 миллиардов сеньге. И 23% из этой суммы будут потрачены на программы развития города. На текущей неделе перед населением также отчитался и Аким Зачиганска, Адербек Кадыров. Как сообщил Аким в своем отчете, в поселке насчитывается 172 улицы протяженностью более 165 километров. С начала реализации государственных программ в новом микрорайоне Зачиганска построен 31 благоустроенный дом. Но, несмотря на активное строительство поселка, возникает ряд проблем. Например, недостаточное уличное освещение и общие перебои с электроэнергией. Аким пообещал решить этот вопрос. Речь идет в первую очередь о освещении, подаче электроэнергии в дошкольные учреждения, школы, места скопления большого людей. За отчетный период на территории поселка зарегистрировано порядка 600 преступлений. Как отметил Аким Зачиганска, в 2017 году по линии местной полицейской службы в рамках системы «Безопасный двор» здесь было установлено 45 камер видеонаблюдения. Благодаря этому удалось сократить время раскрываемости преступлений. Количество преступлений также снизилось. При этом выяснилось, что дальнейшему снижению уровня преступности препятствует нехватка сотрудников полиции. Проблемы у нас существуют, что у нас вместо 20 участковых инспекторов сейчас 11 работают здесь. То есть, увеличение штук есть, проблема вопросов. Мы сейчас этот вопрос с министерством оборудил, поработаем. Кроме того, жители Зачиганска выразили возмущение по безнаказанности водителей, нарушающих правила дорожного движения. У нас интенсивное движение, и многие не соблюдают элементарные правила дорожного движения. Выявляются ли нарушители с помощью камер видеонаблюдения? Аким Уральска, обращаясь к гражданам, попросил их активно пользоваться интернет-ресурсами, сообщая о проблемах на страничку в Instagram «Уральск Акимат». Проблемные какие-то моменты есть у нас в городе. Вы все можете скидывать туда. Соответственно, наш отдел, у нас есть аналитический отдел, который раскидывает всю эту информацию по соответствующим отделам, структурам. Мы его создали буквально три месяца назад. Это он как раз в рамках Smart City, о чем говорит президент в своем послании. Вот 10-е направление развития Smart City. На текущий год в Зачиганске запланирована большая работа в рамках строительства и ЖКХ. Так, выделены средства на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт ясли-сада «Золотой ключ». Планируется строительство шести благоустроенных домов и капитальный ремонт двух домов. Также разрабатывается ряд проектно-сметных документаций на ремонт дорог, среди которых улица Жумалиева, Жумабаева, Шахиева, Есет-Батыра и другие. Марина Горбук, Олег Великий, Ербул Аманшин, Рустам Джумашев, Александр Грабарев. Итоги недели. И прямо сейчас ко мне в студию присоединилась моя коллега Гульнара Умарова, а это значит, говорить мы будем о новостях в мире финансов. Гульнара, добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Расскажи, пожалуйста, чем же запомнилась эта неделя? Ты знаешь, оказывается, можно заработать 30 миллиардов долларов, если, конечно, не лениться. Интересно, и как же? Ну, есть же выражение «дать на орехи», а это в буквальном смысле можно выращивать орехи и вполне на них заработать, как предлагают фермеры. Ага, то есть сейчас орехи очень востребованы. Да, и востребованы, и потребность в них большая. Так что, я думаю, прибыль может быть еще больше. Хорошо, а что еще нового? Ну, нового еще то, что ипотечники, наконец, испытают облегчение и все их проблемы решат, по крайней мере, так и обещает в правительстве. Ну, было бы очень здорово. Да, конечно. Казахстанская экономика увеличится на 30%, и в денежном выражении это составит более 2 триллионов тенге. Об этом сказал наш президент, имея в виду госпрограмму «Цифровой Казахстан». Кроме того, необходимо эффективно использовать выделяемые на это деньги. Такие поручения дал Нурсултан Абишевич вице-премьеру Жумагалиеву. И, как сказал последний, ожидается, что в ходе внедрения цифровизации и добывающей промышленности, например, увеличится добыча, снизится себестоимость продукции и будут созданы 200 тысяч мест в сфере электронной коммерции. Также за счет цифровизации таможенных и налоговых услуг в бюджет республики поступит более 100 миллиардов тенге. Положительные изменения ждут не только экономику в целом, но и рядовых граждан. Нацбанк все-таки решит проблему ипотечников, и помощь будет оказана тем, кто оформил ипотеку в иностранной валюте до 2016 года. Предложения будут рассмотрены вместе с правительством, обещал председатель Нацбанка. Пока, правда, неизвестно, какие суммы будут выделены, но, как говорит Акишев, каждому заемщику будет индивидуальный подход. Суммы у всех разные, и кредитные истории тоже. А поручение окончательно решить проблему ипотечников было дано президентам в послании на 2018 год. Пока одни казахстанцы решают финансовые проблемы, другие, наоборот, не ведут подсчет деньга. Часто за них это делают экономисты, и, например, экономисты выяснили, что только за декабрь 2017 года население потратило 195 миллиардов тенге в торговых центрах, магазинах и рынках. Это на четверть больше, чем годом ранее. А в целом объемы розничной торговли увеличились более чем на 8% за год. Это с учетом инфляции. Больше всех оставили денег в торговых точках алматинцы. Это свыше 40%. Еще в тройке лидеров Карагандинской и Восточно-Казахстанской области. По итогам трех кварталов прошлого года торговые компании обеспечили 15,5% от всего ВВП Казахстана. Торговля в Казахстане, конечно, ведется в национальной валюте, хотя казахстанцы любят в основном доллары. И чем ниже курс, тем больше и чаще его скупают. Вот и на этой неделе американская валюта показала чудеса акробатики и немного согнулась под тяжестью тенге. Придавила его, правда, слегка и благодаря тому, что нефть подорожала до 70 долларов. Может пойти, конечно, и выше, но, по крайней мере, такое объяснение дал председатель Нацбанка. С начала месяца тенге укрепился на 3%, и на бирже идут большие продажи со стороны экспортеров, которые продают выручку на рынке, и предложение превышает спрос, и тенге тоже укрепляется. Между тем, в самой Америке возможны некоторые перемены в денежно-кредитной системе. На неделе Сенат США утвердил кандидатуру нового председателя Федеральной резервной системы. Это аналог нашего Центробанка. Джером Пауэлл – это бакалавр в области политики, доктор юридических наук и член Совета управляющих ФРС. Может, он и не был бы так интересен у нас, если бы не стоял у руля отвечающего за будущий курс и ставку американского доллара. Падение курса американской валюты – это хороший знак для мировой экономики. Об этом дружно говорят эксперты. В эти дни доллар торгуется на минимальной отметке за последние три года к ведущим мировым валютам. Это показывает то, что кризис 2008 года значительно ослаб, и мировая экономика успешно его преодолевает. Чего стоит только одно из событий, благодаря которому доллар на неделе ослаб. В прошлую пятницу республиканцы и демократы не смогли найти общий язык по вопросу бюджета, в результате чего правительство остановило всю работу. Госслужбы, учреждения не функционировали и работали в основном службой экстренной помощи. Это скорая, полиция и пожарные. К тому же масштабный план республиканцев сократить корпоративные налоги тоже сыграл на руку. В марте выйдет очередное решение по базовой ставке, и тогда обозначится более четкая картина касательно американских денежных знаков. Ну и любопытные цифры недели. Оказывается, можно заработать 30 миллиардов долларов. И не на продаже нефти, а на продаже самых обычных орехов. А помочь в этом могут местные крестьяне, вырасти в продукцию разных видов на площади в 1,2 миллиона гектар. Орех – это продукт капризный и требует подходящей почвы, а такая есть только на 7% от всей поверхности нашей планеты. Именно в Казахстане есть возможность вырастить орехи, развивая данный вид в промышленных масштабах. Крупные и основные рынки сбыта – это Индия, Китай и арабские страны. Общая площадь ореховых плантаций в республике – это 693,4 гектар. Из них только 200 были освоены в прошлом году. Высокий урожай благодаря климатическим условиям в Казахстане могут давать такие орехи, как грецкий, миндальный, пекан, фисташка и фундук. К тому же мировой рынок спрос на данный вид продукции только увеличивает. Такой была короткая финансовая неделя. Что будет через следующие 7 дней, вы узнаете в следующем выпуске итогов недели. Всего доброго. Интернет станет важнее нефти. Эти слова самого богатого китайца Джека Ма процитировал Аким Уральска Мурат Мукаев, выступая перед активом города, где местные власти и руководители структурных подразделений обсудили послание президента страны. Градоначальник попросил всех принять активное участие в реализации поставленных задач. Как уже известно, одним из основных направлений послания стало эффективное государственное управление. Все госорганы должны применять современные цифровые технологии для учета замечаний и предложений граждан в режиме реального времени и оперативно реагировать. Важной частью является цифровизация процессов в госорганах, включая их взаимодействие с населением и бизнесом, отметил Нурсултан Назарбаев. В Уральске эта работа проводится. В рамках поручения лидера нации реализуется проект «Доступный Акимат». Он позволил улучшить качество оказания государственных услуг, да и в кабинетах Акимата очередей стало меньше. И, кстати, отмечается, что письменных жалоб и замечаний по оказанию госуслуг не поступало. Однако возмущенные граждане наверняка есть. И не все довольны работой сотрудников «Доступного Акимата». Просто об этом, как правило, не говорят. В рамках концепции «Смарт-сити» тоже много чего сделано. Власти планируют установить на остановках электронное табло, на которых будет отображаться информация о подъезжающих автобусах, обеспечить город бесплатным интернетом и реализовать еще много-много проектов. Что это даст населению, узнаем из следующего сюжета. Особое внимание на собрание активов было уделено информационным технологиям, развитию города и реализации проекта «Смарт-сити». Стало известно, что совсем скоро во всех общественных местах у горожан появится возможность пользоваться бесплатным интернетом. Также Мурат Мухаев рассказал, что люди стали более внимательны к правонарушениям. Уже 23 тысячи пользователей скачали приложение «Народный контроль» и активно сообщают о нарушениях. С помощью умной технологии можно добиться широкого спектра целей по развитию города, в том числе улучшить качество жизни, повысить инвестиционную привлекательность и эффективность управления городом, сократить потребление ключевых видов ресурсов. Многие из умных технологий уже зарекомендовали себя в других больших городах мира и приносят ощутимый эффект для их жителей и гостей. Об этом говорит и президент страны в своем послании народу Казахстана. По расчетам экспертов Международного агентства МакКинси, к 2030 году в мире будет порядка 600 умных городов. Уральск уже начал постепенно им становиться. Также в своей статье лидер нации затрагивает и другие сферы, например, развитие агропромышленного комплекса. Президент не впервые подчеркивает, что отечественная сельскохозяйственная наука переживает не лучшие времена. Часто научные исследования, слабо привязанные к реальному производству, не находят применения и спроса. Задача, поставленная преднаучным сообществом, заключающаяся в трансферте новых технологий и их адаптации к отечественным условиям, вполне понятна и актуальна. Развитые аграрные страны на десятки лет опережают по уровню энерговооруженности, способны использовать природный потенциал и преодолевать природно-климатические ограничения с целью получения высоких показателей производительности труда и выхода продукции с единицы площади. Использование зарубежного опыта, адаптированного к местным природно-климатическим и экономическим условиям, позволит на современном уровне определить потенциальные возможности региона, приоритетные направления развития и повысить аграрную культуру, говорят специалисты. Рождение ребенка – долгожданное событие для каждой семьи. Однако часто случается так, что у мамы пропадает молоко или же его не хватает для полноценного питания. Поэтому ребенка приходится переводить на искусственное вскармливание. Его, как правило, должны выдавать бесплатно, думают родители. Особенно если учитывать, что новорожденный – это не первый ребенок в семье, а потом часто случается, что у семьи финансовые трудности. И вот мама берет ребенка, идет с ним в поликлинику, объясняет ситуацию, а ей отвечают, что смеси нет или куда хуже говорят, что вам не положено. Сложно представить, конечно, состояние мамы в этот момент. В голове сразу возникает вопрос, а что делать? Молока нет, смеси нет и денег нет, чтобы пойти и купить. Да и потом детское питание стоит очень дорого, а одной пачки хватает на несколько дней. Многие начинают ругаться с медиками, жалуются во всевозможные инстанции, обращаются в газеты или на телевидение. Именно так поступила одна из многодетных мам Уральска. Наши корреспонденты выехали к ОСИЕ Сагиевы и попытались разобраться в ситуации. У 38-летней ОСИЕ Сагиев в прошлом году родился пятый по счету ребенок. Многодетная мама говорит, что молоко у нее пропало сразу после рождения маленькой Инжу. За помощью она обратилась в поликлинику по месту жительства. Там несколько раз ей выдавали искусственную смесь. Но вот уже два месяца говорят, что детского питания нет. Так как пятый ребенок, и у меня возраст уже, у меня грудное молоко после месяца уже перегорело, как или может на нервы почвы, уже не было молока. Я обратилась в поликлинику нашу, в шестую, к педиатру. Сейчас педиатров нет, только врачу в общей практике. Но второй месяц уже молока у меня не было. Я обратилась туда, но нам сказали, что нужно проверить ребенка, набирает он вес или нет. Поэтому второй месяц я в основном покупала смесь сама. Но так как она не набрала вес, второй месяц у нее набрала на всего 500 грамм, нам выделили смесь. Смесь выделили Хуману, всего 4 пачки на весь месяц. Хотя одна пачка хватает всего на 3 дня. В декабрь и январь мы не получаем смесь. Я обращалась туда и к медсестрам, они говорят, что смеси нет. В облздраве подчеркнули, что детское питание выдается согласно приказу министра здравоохранения. В смеси выделяются семьям, если у мамы тяжелая форма болезней крови, онкология, острое психическое заболевание, пороки сердца, заболевания почек. Врачи отчитываются за каждую пачку и их проверяют вышестоящие органы. Смесью обеспечиваются детям усыновленные. Если у ребенка мама ВИЧ-инфицированная, БК положительная и редкими заболеваниями болеет ребенок болезнью кленового сиропа, фенилкетонурии, такими редкими заболеваниями. Многодетный, малый мужчина. Это является относительным показанием. Каждая женщина сможет прокормить своего ребенка. Это помочь тем мамам, которые обучаются, на очном обучении студентами являются, помогаем близнецам, если многоплодная беременность есть. И в таких случаях мы помогаем. В управлении здравоохранения отметили, что сейчас произошли изменения в системе закупа лекарств. Сейчас этим вопросом занимается единый дистрибьютор – СК «Формация». К сожалению, детское питание не вошло в список единого дистрибьютора. Мы с министерством получили у полномочного органа письмо с разъяснением, что с этого года детское питание будет закупаться через ПМСП, через городские поликлиники, районные больницы самостоятельно. Сейчас работы проводятся, процедура закупа производится. В облздраве говорят, что в ближайшее время им удастся решить возникшую проблему. Роман Копняев, Мирбулат Джагипаров, Александр Грабарев, ТДК-42. Отключаемся ненадолго и поговорим о новостях в преступном мире. Прямо сейчас криминальная хроника, какие преступления на этой неделе произошли, и расскажет моя коллега Марина Горбук. Марина, добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Марина, на этой неделе Уральск избудоражила новость. Полиции сообщили, что в жилой дом была заложена бомба. Неужели это так? Да, действительно так и было. В полицию действительно поступило такое сообщение, но оказалось, что вызов был ложным. Но при этом преступнику грозит наказание. Более подробнее об этом и других событиях я расскажу в рубрике. В Уральске жители пятиэтажки эвакуировали из-за якобы заложенной бомбы. Как стало известно, некий позвонил домофон в одной из квартир дома по адресу Жексугова, 33. Он сообщил, что в доме заложено взрывное устройство. Услышав это, некая гражданка Б сразу же позвонила в полицию. Людей после этого эвакуировали, но в ходе проверки здания бомбу так и не нашли. На месте работали сотрудники полиции, спасатели, пожарные и врачи. По данному факту был осуществлен выезд спецсил и средств. Однако факт не подтвердился. Расследование ведет УВД города Уральск. В Уральске 23-летний житель Западно-Казахстанской области признан виновным в жестоком убийстве. 3 октября 2017 года молодой человек распивал спиртные напитки в гостях у своих друзей в поселке Рубежинска и Зеленовского района. Там же находилась потерпевшая 46-летняя Елена Третьякова. Спустя время подсудимый Александр Корнев вместе с женщиной отправился к ней домой, где продолжил распивать спиртные напитки. После чего между ними завязалась ссора. В порыве агрессии мужчина взял со стола кухонный нож, подошел к потерпевшей со спины и перерезал ей горло. Стоит отметить, что после приезда скорой помощи преступник свою вину признал и все подробно рассказал. Но в зале суда от дачи показаний он отказался. Он заявил, что не помнит причины, по которым совершил столь жестокое убийство. Признать виновное совершение преступления предусмотренного статьи 99-го части 1-го УК и назначить наказание в виде решения свободного срока 11 лет с отбыванием учреждения уголовной исполнительной системы максимальной безопасности. Меры пресечения корневой винициативной подслуживой оставили изменения. Срок отбытия наказания 16-го октября 2017-го года выискать с корневой Александра Александровича. Доход государства 79606, тенге 25 тысячи процентуальных издержек. В области в результате дорожно-транспортного происшествия сгорел автомобиль. ДТП произошло на трассе Уральска-Траум. В полиции сообщили, что водитель машины марки «Тойота», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с автомобилем марки «Тойота Камри». На месте ДТП произошло возгорание, и автомобиль, выехавший на встречку, сгорел полностью. Пока на этом у меня все. Эти события произошли на текущей неделе. Спасибо за внимание, дорогие телезрители, и будьте осторожны. Как часто мы слышим от людей, да и сами сталкиваемся с тем, что КСК не выполняет свои обязанности. Жалобы на работу председателей поступают с завидным постоянством. Возмущенных граждан очень много. Люди говорят, что где-то нет дворников, у кого-то в доме затоплен подвал, сгорела лампочка в подъезде или там много лет не делался ремонт. Причин, по которым люди обращаются в КСК, достаточно. А вот если те не реагируют, граждане обращаются в СМИ. К примеру, 64-летняя Нина Владимировна Блинова уже устала оббивать пороги кооператива. Бабушка утверждает, что во время дождя и таяния снега у нее с потолка льет, как из ведра. А КСК проблему не решают. И, кстати, там говорят, что крыши целые и невредимые. Также на работу КСК жалуются и жители общежития, расположенного по адресу Жангир Хана, 13. В их доме на протяжении многих лет не было ремонта. Кроме того, обеспокоенные люди заявляют, что на придомовой территории незаконно появилось здание, в котором работает нотариус. Все подробности в сюжете Марина Горбук. На стенах трещины, осыпается штукатурка, протекает потолок. В помещении настолько холодно, что замерзает вода. Как рассказывают жители дома, расположенного по адресу Жангир Хана, 13, в здании 1973 года постройки ремонта не было уже порядка 20 лет. Ремонт нет. По поводу, когда электрик надо, звонишь ему в КСК. Электрики нет у них, как всегда. Сантехники нет. Вызываешься, сам со своими карманами хочешь. С этим вопросом мы обратились в КСК Орнату. Председателя на месте не оказалось, но с ним удалось связаться по телефону. Он, в свою очередь, заявил, что оплачивает услуги лишь порядка 30% жильцов. Долг на сегодняшний день более миллиона тенге. Перед Новым годом раздали уведомления об их задолженности. Пока никаких сподвижек от них нет. Движений нет. На 1 сентября 2017 года по дому Жангир Хан, 13, долг составлял 1 миллион 64 тысячи 585 тенге. Также жители не устраивают то, что к дому пристроено здание, в котором работает нотариус. Люди недовольны тем, что владельцы частной организации при строительстве не взяли разрешение ни у одного из жильцов. По этому вопросу люди уже обращались в городской Акимат. Построили нам здесь нотариус без согласия жильцов. Сняли, отрезали нам лестничную площадку пожарную. Постройку здания нотариуса прокомментировали в городском отделе архитектуры и градостроительства. Земля у них была оформлена в аренду. После оформления земельного участка во временное землепользование они взяли у нас разрешение архитектурно-планировочного задания. Это проектировано на строительство. И после архитектурно-планировочного задания согласовали эскизный проект на пристроительство пристроя. По согласию соседей, эта услуга уже представляется земельным отделом. При этом специалист пояснил, что архитектурный отдел делает заключение на основе решений земельного отдела. Если нет государственного акта на землю, мы не можем дать. Мы всегда опираемся на землю. Если есть земельный участок оформлен, то мы можем уже дальнейшие действия по архитектуре выдавать услуги наши. Таким образом, те, кто своевременно оплачивает коммунальные услуги, страдают от долгов других горожан и постоянной смены председателей КСК, а также стройки объектов малого и среднего бизнеса. Марина Горбук, Айбуа Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Такими событиями была насыщена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова